В принципе, если нужно, могу сама вредить и кладку положить. Скажи, пожалуйста, что тебе не нравится в твоей работе? Я вроде не видела себя в дизайне, дизайном заниматься не планировала по жизни. А я думаю, когда будут камерзные вопросы? Я делаю дом для людей, да, я делаю уют. Хочу, чтобы вы больше путешествовали, конечно, больше хороших впечатлений. А есть проекты, да, и штатах? Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт, и сегодня у нас будет знакомство и интервью с дизайнером. Итак, друзья, дизайнера нашего зовут Светлана Пташец, привет. Привет, Андрей, привет, друзья. Сегодня у нас будет небольшое интервью с дизайнером, как я уже говорил ранее. Будем мы задавать камерзные вопросы, на которые будем получать интересные ответы. Камерзные? Да, камерзные. Какие вопросы, такие ответы. Итак, погнали по порядку. Скажи, пожалуйста, как давно ты работаешь дизайнером? Ну, после 10 лет я, наверное, перестала считаться. Перестала считаться. Нет, я не могу сказать, что 20, конечно. Ну, скажем так, то есть, опыта у тебя уже очень много? Да, опыт у меня уже большой. У меня очень много проектов реализованных. Я даже не знаю, я уже тоже давно перестала считать. Проектов созданных давно перешло за 50-60 количество. Большой очень процент из них проектов реализованы. Ну, ты, я думаю, сам прекрасно это знаешь, потому что у нас не один общий проект реализованный. Поэтому опыт большой, опыт большой работы как с визуализацией, с технической частью, так и большой опыт работы с отделочными бригадами. Да, я полностью контролирую рабочий процесс, и я, в принципе, могу на любом этапе решить любой вопрос. Отлично. В принципе, если нужно, могу сама прийти и кладку положить. Поэтому, да. Ясно. Скажи, пожалуйста, почему дизайн? Здесь, стоит сказать, наверное, пришлось. Пришлось. Ну, такое стечение обстоятельств, я бы сказала так, сегодня. Но вообще, это, конечно, очень долгий путь. Потому что сначала была художественная школа, потом была архитектура. И как-то так сложилось. Я вроде не видела себя в дизайне. Дизайном заниматься не планировала по жизни. Но обстоятельства сложились так, что мне пришлось попробовать, и мне понравилось. Да, затянуло, и я здесь. И уже я понимаю, что это мое, потому что для меня это не работа. Для меня это образ жизни. Я понял. Скажи, пожалуйста, что тебе не нравится в твоей работе? Не нравится в моей работе? Опять же, как я сказала, это образ жизни. Это занимает очень много времени. Очень мало остается времени на себя, на семью. Ну, приходится, конечно, делегировать. Но, тем не менее, я до сих пор этому учусь. И я, конечно, хочу свой рабочий процесс построить так, чтобы я успевала все. Но не всегда получается все успевать. Потому что хочется и всем уделить внимание. Я человек мегаответственный. Знаешь, у меня такой момент. У меня там ночью позвонят, и я вскочу. Я не могу. Я там уже не усну. Ну, это условно, конечно. И я привыкла все вопросы решать быстро. Я не могу тянуть. И здесь с этим, конечно, получается, когда большой объем проектов. Большой объем проектов на этапе реализации параллельно. Очень много времени уходит на это все. И очень мало времени остается в себе. Мне нравится, наверное, еще... Я не могу разовью тему, пожалуй. Мне нравится, наверное, еще то, что на сегодняшний день все-таки мы не всегда можем реализовать то, что мы хотим. Ну, как-то Европа на шаг впереди все равно. Мы вроде стараемся, мы вроде стремимся. И мы сейчас пришли к тому, что мы можем предлагать и хорошие, качественные отделочные материалы, и хорошие, качественные мебели. Но все равно зачастую наши возможности бывают ограничены какими-то моментами. Итак, скажи, пожалуйста, в чем заключается твоя работа и что ты можешь предложить людям? Ну, смотри, здесь такой уже более, конечно, глубокий сложный вопрос. Я скажу так, это дизайнер, ты не корсунки рисуешь в любом случае. Потому что многие считают, что... Ну, что там, вот что ты там сделал? Ну, конечно, что там. Да, ну и все, и все. Это очень большая ответственность. Здесь в любом случае я создаю для людей дома. Место, где они проводят большую часть своей жизни. Возможно, всю жизнь. Место, в котором они должны максимально комфортно себя чувствовать. И здесь ведь моя полная ответственность. Мне ведь нужно, чтобы человек, когда там приходит к себе домой, заходит там первым делом в санузел и включает воду, чтобы он получал хайф от того же смесителя. От каждого движения, да? От каждого движения, от каждого момента. И вот я делаю дом для людей, да? Я делаю уют. Сам проект, он там большой, развернутый. Я думаю, много кто его видел, может посмотреть. Проект включает в себя и визуализацию, и техническую часть полностью, всем пакетом чертежей. Но моя работа, моя жизнь, это больше, чем проект. Это вот эти все детали, это согласование всех элементов и доведение там до финишной красивой точки или восклицательного знака. Я создаю людям место для комфортной жизни. Могу им предложить максимально хорошие, качественные, удобные условия жизни, труда и так далее. Потому что я работаю, в принципе, и с общественными объектами, с очень большим количеством. И это административные помещения, здания, и магазины, кафе, салоны. Там такой у меня список уже совсем немаленький. Все-все-все прям. Все-все-все прям. Хорошо. Скажи, пожалуйста, как происходит коммуникация у тебя с людьми и на какие этапы вообще делится твоя работа? Ну, во-первых, скажем так, я не сильно себя рекомендую. В принципе, у меня есть инстаграм, у меня есть сайт, люди меня находят, кто-то через знакомых, с которыми я раньше работала, друзей, кто-то где-то в социальных сетях. Люди мне пишут, звонят, записываются. Я выезжаю на встречу. Ну, в большинстве случаев мы встречаемся, когда этому не мешают границы или другие обстоятельства. Я выезжаю на встречу, мы встречаемся, обсуждаем. Ну, то есть это и не было у себя, то есть можешь выехать там, грубо говоря, в Россию, там, где-то есть. Могу выехать, да, если в нынешней ситуации в мире это возможно, выехать с радостью. Я бы там и в Штаты слетала, если бы вы меня пустили. А есть проекты, да, из Штатов? Есть проекты, да. В Филадорфии. Несколько проектов. Проекты в Германии, проекты в России, проекты в Польше. Итак, смотри, на какие этапы делится твоя работа? Ну, как я для себя понимаю, наверное, изначально поступает тебе какой-то звонок, да, то есть ты проводишь беседу с клиентами и договоришься с ним о встрече, правильно? В любом случае я делаю свой наручный план. Я руководствуюсь и доверяю в их своему наручному плану. То есть, когда у меня нет возможности или нет возможности у моих... Кстати, хороший еще, извините, немножко, хороший еще вопрос, клиент или заказчик? А, у меня заказчик, у вас клиент. Нет. Долгая грань, наверное, да? А в чем отличие? А нет отличия. Просто как-то может быть ближе, я с ними больше дружу, роднее, что ли? Интуитивно, да? Самое важное, чтобы по концу ты осталась в хороших отношениях, понимаешь? Да, это точно. Чтобы уже независимый клиент либо заказчик остался уже каким-то хорошим знакомым, другом и так далее. Ну вот, если я не могу выехать, и мои заказчики не могут как бы принять меня, да, или еще какие-то моменты, и готовят мне кто-то сторонний готовит обмерочный план, я сразу же предупреждаю, что я за неточности ответственности нести не буду. Я привыкла работать полностью с тем, что я сама сделала, да? Я сама вижу, я сама за это отвечаю. После этого мы заключаем договор, если всех все устраивает, мы заключаем договор, я начинаю работать. Этапы моей работы – это планировочные решения, которых я предоставляю, ну, столько вариантов, сколько я вижу. После согласования планировочного решения я делаю визуализацию, и уже когда согласована визуализация, мы все это увидели, посмотрели, все нюансы, детали, цвета, мебель, и тогда я уже готовлю полный пакет технических чертежей. Ну, а дальше, соответственно, сопровождение. Хорошо, скажи, пожалуйста, а как больше у тебя получается, делают людей технический дизайн больше, либо же полный комплекс, как бы, с визуализацией? Все же больше полный комплекс с визуализацией. Сам технический проект, у меня даже нет такого проекта. У меня, скорее, есть раздел отдельной визуализации. Может быть, для вас, как для девочников, это более плохой вариант, но многие хотят видеть, да? Они говорят, мы там сами разберемся, куда вывести розетки, выключать, это мы решим сами, нам нужна картинка. Вот сейчас это более актуальный запрос такой. Просто понимаешь, когда человек приходит именно с визуализацией, да, то для меня вступить в работу – это целая проблема, как бы, да? Потому что все это дело расчертить, там, и так далее, это уходит масса времени. Вот, я не понимаю, почему люди вообще это дело разграничивают, так как я считаю, что все-таки самое важное. То есть мышление твое, да, то есть абстрактное, то есть ты можешь представить, как это будет. У кого, конечно, проблемы с мышлением, то тому, конечно, обязательно нужно делать визоляцию. Но в целом уже обязательно должна быть техническая часть. Я, Андрей, это все понимаю, я, в принципе, с этим всем согласна, это все поддерживаю, и каждый раз это все объясняю, когда перед началом работы с людьми. Ну, у всех разные побуждения. Может быть, кто-то мне не совсем доверяет. Ну, я не могу исключать такой момент. Мне, конечно, там прямо в глаза никто не говорит. Кто-то хочет сэкономить. Хотя тоже такой спорный момент экономии, потому что дополнительно там технические чертежи, по сравнению с визуализацией, стоят не так много, а в технических чертежах есть объемы всех материалов. Все прописано, все рассчитано, все указано куда что. Я думаю, здесь идет определенная, в любом случае, экономия на перерасходе материала, тот же керамогранит считается там или по штукам, или в квадратных метрах, но четко с небольшим там запасом. Поэтому, ну, не знаю, здесь решение каждому. Кому-то хочется так. Может, кто-то хочет просто посмотреть картинку и подумать, будем делать ремонт, дизайн или нет. Не правда. Это странный запрос. Хорошо, еще такой каверный вопрос. Как долго ты сотрудничаешь с компанией Гранд Ремонт вообще? Какие впечатления? А я думаю, когда будут каверный вопрос? Так вот они. Андрей, сколько мы с тобой сотрудничаем? Ну, лет 7, наверное, уже. Ну, наверное. Кто нас лучше считает, да? Где-то 2014. Да, мы как бы там не считали. Ну, да, давно. В принципе, я считаю, что это уже довольно-таки много. А сколько вы на рынке? Уже больше 10 лет тогда точно. Ну, мы не сразу нашлись, видимо. Да, да. Я работаю с моим полностью довольна. Я вообще считаю, что дизайнер с архитектором, если один есть архитектор, хотя я, в принципе, дизайнер и архитектор, я могу решать все вопросы, да. Ну, вот эта связка архитектора, дизайнер и отделочная компания, отделочная бригада, они должны работать вместе. Однозначно. Потому что это уже работа на результат. И еще на этапе начала проекта только, да, скажем так, когда? По-хорошему, да, еще на этапе начала проекта. Потому что, например, ну, зачастую возникают такие ситуации, что квартира со сложной планировкой. Я консультируюсь с тобой. Приходит работать другая бригада, и они говорят, мы так сделать не можем. А у нас, ну, у всех там свои. Можем, не можем, хотим, не хотим. То есть нюансов есть много. А у нас уже готов проект, да. Ну, конечно, в идеале, когда мы знаем, что приходят заказчики, покупают полный комплекс. Ну, то есть проект сразу сработает. И я скажу честно, что вот на моей практике, на выходе, это самые лучшие проекты. Ну, самое печальное, что люди, когда так не поступают, получают этот печальный опыт уже сам в конце, да, и уже потом в этом жалеют. Потому что было очень много разговоров, когда вот есть проект, да, ну, там, допустим, работы сделали отдельные различные люди. Да, это тоже больная тема. Многие же Олег пытаются в конце добежать до программы, повесить все на него. Там чуть ли не на этапе, когда вешают уже шторы. Ну, это тоже неправильно, потому что каждый должен отвечать за свою работу. Были у меня неоднократные такие ситуации, когда, ну, каждый человек – это отдельный мир, да, и приходит сантехник, он проект посмотрел, но решил сделать по-своему. Потому что ему так удобнее. Потом там пришел электрик тоже, где-то там решил сделать по-своему. А когда уже на финише все готово, приходят мебельщики и не могут технику на кухне смонтировать, потому что сантехник сделал по-своему, электрик сделал немножко по-своему. Хотя и проект на руках есть, но такие ситуации возникают зачастую. У нас ведь не 90% в стране инженеров, людей с техническим складом ума, и я сомневаюсь, что все ходят там с линеечкой проверять, правильно, по проекту. Я тоже не хожу с линеечкой, не проверяю. Нет, это не входит в мои обязанности. То есть, как таковой авторский надзор я не веду, и перепроверять по сантиметру я ничего не буду. Но если я работаю с вами, например, я прекрасно знаю, что если возникают даже какие-то вопросы, мы их решаем вместе, дружно. Хорошо, еще раз скажи, какие ты вообще видишь плюсы работы с нашей компанией? Потому что я-то плюсы знаю, работа с тобой. Я получаю хороший, качественный проект, которым мне не нужно думать, чего там сделать. А вот с твоей стороны, какие ты плюсы видишь работы с нами? Я их уже, в принципе, озвучила. Я о том, что, во-первых, я получаю качественно выполненный ремонт. Ремонт, который полностью от начала до конца досмотрен. И если у нас вопросы возникают, мы у тебя спросим, мы хотя бы знаем, у кого спросить. Плюс, ну, стройка – это живой организм, в любом случае. Вопросы возникают всегда. Ну, нельзя думать, что все просто будет идеально, что мы сегодня вот проект взяли в руки, а через два-три месяца там или год у нас все просто вот как идеально, картинка сложилась. Нет, в итоге она тоже сложится, но процесс, он все равно будет через черник звездом. То есть, вопросы возникают всегда. Да, и работая с вами, я знаю, что они всегда легко решатся. Даже зачастую без привлечения заказчика. И мы сами быстро никому, не делая нервы, не делая нервы, да, никому не делая нервы, эти вопросы решим, и все будут довольны. Полученный финиш – хороший результат, да? Да, и хорошую психику у наших клиентов. Спокойствие, спокойствие. Да, спокойствие, только спокойствие. Итак, друзья, это у нас было интервью с дизайнером. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Дизайнера зовут у нас Светлана Пташец. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы еще хотели спросить у Светланы. Мы обязательно снимем еще для вас видео, если наберется у нас какие-то определенные вопросы. Вот, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. А мы еще больше будем снимать для вас полезной и хорошей информацией. Всем пока! Пока! А что там, есть какие-то предложения, как отступить от проекта, либо что? Вот моя любимая тема – зачем отступать от проекта, когда есть проект? Да? Блин, ты же готова, да? Я готова, да. Вещать теперь, рассказывать. Я готова вещать теперь, рассказывать. Выражаем отдельную глубокую благодарность Солону Фелинь за предоставление этого шикарного дивана в наше пользование на целых два часа. Андрей сказал, поспит здесь сегодня. Можно? Коротко о жизни дизайнера. Как мы работаем? Мы работаем все вместе, правда? Мы работаем вместе. Полин, что ты хотела сказать на камеру? Нет, что я хотела сказать. Что ты хочешь пожелать нашим заказчикам? В дальнейшем. Давай. Работай. Работай? Поменьше. Поменьше работа. Видите, и вы начинаете поменьше работы. Побольше денег, побольше семьёй, поменьше работы. Вот, видите. И путешествуйте, да? И путешествуйте. Полин, наверное, путешествовать. Хочу, чтобы все вот эти люди делали вам дома, и они были очень красивые. Хочу, чтобы вы больше путешествовали, конечно. Больше хороших впечатлений. Ну, поменьше работы, если вам оно не очень нравится. Так, чтобы вы больше путешествовали, покупали себе виллы в Испании, и обращались к нам. Да, в Испании. Просьба реализовать ваши проекты, да? Всем пока, всем удачи. Всего доброго. До дачи. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова